Выдумал поразительно лихо. Послушайте, Чалмарс, у вас есть пара долларов? Допустим. Серьёзно? Да. Но чтобы их получить, я должен был моему редактору продать за бесценок смешной рассказ. А его надо ещё придумать и написать. Я не прошу взаимодействовать. О, это что-то новое. У меня на примете есть великолепная тема, главное, смешная, как раз для вашего рассказа. Выкладывайте. Два доллара. Ну, там увидим. Хорошо. Представьте себе, молодая, очаровательная девушка. Ну, вот он, роза покрыта росой, фиалка во влажной траве, или как вы там пишите. Понятно, понятно. Она всю жизнь прожила на Лонг-Айленде. И ни разу не была в Нью-Йорке. Ну, вы знаете, эти пригородные деревушки, страшная глушь. И вот однажды наша героиня садится в утренний поезд и приезжает. Куда? В Нью-Йорк. Я налетел на нее, как только она вышла из вокзала. Соломенная шляпка, безмятежный взгляд. И знаете, что она спросила? Где найти в Нью-Йорке Джорджа Брауна? Как вам это нравится? Конечно, она ожидала, что первый встречный ей скажет, ах, Джорджа Брауна, такого кудрявого парня с голубыми глазами. Знаю, знаю. Вы его найдете на 125-й улице, он работает в бокалейной лавке. Уморительная. Что вы плетете, Трип? Вы же обещали смешную тему. Каждый день с Лонг-Галлен приезжают сотни девушек. И они могут... Уморительная деревенчина, она взяла в дорогу все свои сбережения. Все. Ну? Два доллара. Полтора ушли на билет, а мелочь эта умница истратила на леденцей. Ну, о том, что обратная дорога тоже стоит денег, она, естественно, не подумала. Так. Дальше. Смешно? Забавная история. Вот и все. Все? Все. Так. Я привел ее в свою мастерскую и попросил подождать, пока я найду в Нью-Йорке Джорджа Брауна. Офу. Ух. С меня два доллара по вашим дополням. Ну, надо же ее отправить домой. И пообещали тему. Послушайте, Чаунас, я не мастер рассказывать. Ну, может быть, вы сами поговорите с девушкой. Ну что ж, пожалуй, пойдемте. Но имейте в виду, пока я вам ничего не даю. Не надо, не надо. У вас получится смешной рассказ. Но только имейте в виду, пока я вам ничего не должен. Не сомневайтесь. Только напишите побольше всякой всячины о любви, о верности, пошутите над деревенским простодушием, а под конец разделайте, как следует, этого негодяя Джорджа Брауна. Вот будет потеха. Разрешите представить моего друга, мистера Чалмарса. Ада Лоури. К вашим услугам. Мистер Чалмарс работает в газете. Вы знаете Джорджа Брауна? К сожалению, нет. Но если вы мне расскажете, в чем дело, мы, возможно, вместе с вами... Благодарю вас. А то я совсем запуталась. Хотя и рассказывать особенно нечего. Когда-то мы с Джорджем очень любили друг друга. Но это ведь было давно. Так ведь это. Шесть лет назад. Мне исполнилось тогда пятнадцать, а ему девятнадцать. И он начистил ботинки и уехал в Нью-Йорк. Сказал, что станет полисменом или президентом компании, а потом вернется за мной. И с тех самых пор словно в воду канул. Ну, если он с вами так плохо поступил, то пора его забыть. Тем более, что прошло. Это невозможно. Тогда надо вернуться домой и ждать, пока он... И это невозможно. Почему? Потому что завтра я выхожу замуж. Сахайром Аддором. Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю вас. Вот и выходите. Легко сказать. Но как же я выйду, если я все время думаю о Джордже? Тогда, пожалуй, вам не следует выходить. За Хайрома. Но это уже решено. У Хайрома 200 акров земли и самая доходная ферма на Лонг-Айленде. Так о чем речь? О Джордже Брауне. И с Лори с вами не соскучится. Да, вот и мистер Флип сказал, что я веселый. Ладно, ладно. Давайте все по порядку. Давайте. Этот негодяй, Джордж Браун. Неправда. Пропал без вести. Джордж хороший. Пропал. А Хайром, что он хуже? Он плохо к вам относится? Нет, конечно. Хайром ничем не хуже. И, конечно, он хорошо ко мне относится. Ко мне все хорошо относятся. Тогда мой совет. Не упускайте Хайрома. А если вернется Джордж? Тогда мой совет. Отложите свадьбу. Что значит отложите? Гости уже приглашены. Все рядом с лучшей подругой шило платье. Ну, конечно, это решающее обстоятельство. Отступать вам некуда. Придется стать миссис Дотт. Но мы с Джорджем полюбили друг друга, когда ему было восемь, а мне пять. Пять? Так рано? Что ты, Адон? Тогда вот что. Откажите раз и навсегда Хайрому. Не морочите парню голову, а сами ждите Джорджа. Нет, Хайром ни в чем не виноват. И он тоже любил меня с восьми лет. За что же я его так обижу? А ведь он вам не нравится? Почему не нравится? Очень нравится. Так в чем же дело? В Джордже Брауне. Мисс Лоури, еще немного и я свихнусь. Удивительно, вот и мистер Снип то же самое сказал, когда меня встретил. Давайте попробуем разобраться еще раз. Нет, я не хочу. Но вы же не знаете самого главного. Самого главного? Именно. Но мы с Джорджем связаны клятвой. В день отъезда он разрубил пополам монету в десять центов. Вот. И у него такая же. Клятву надо держать. Теперь мне окончательно ясно? Вам не следует выходить за Хайрома. Но это еще не все. Но остальное не имеет никакого значения. Как не имеет. Хайром обещал подарить мне автомобиль, моторную лодку и живого крокодильчика. А клятва? А крокодильчик. Тогда выходите за крокодильчика и успокойтесь наконец. Ну конечно, если вы не знали. Тогда не выходите. А Хайром! Тогда выходите. Тогда не выходите. Это вы называете смешная тема, да? Чалмарс. Чалмарс! Чалмарс! Это вы называете смешная тема. Чалмарс, два доллара. Всего полтора. Не цента. Ну надо же ее отправить домой. Я не армия спасения. Вы вообще отвяжитесь от меня. Отвяжитесь я. Как же быть? Что такое? Что такое? Да. Вы не знаете, где найти в Нью-Йорке Джорджа Брауна? Она ожидала, что первый встречный ответит. Так Джорджа Брауна, такого кудрявого парня с голубыми глазами. Знаю, знаю. Джордж Браун. Он же Трип. Я же говорил, смешная тема. Да. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...